МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Котельную в Югорёнке запустили. Теплоснабжение ещё не восстановлено. Выбрать, в каком банке получить. Льготную ипотеку предоставляют десятки банков. Ни дня без боевой техники. Учитель информатики коллекционирует самолёты и танки. Это новости в прямом эфире в студии Юлия Великодная. Котельную в Югорёнке запустили в работу. В посёлке Усть-Майского района провели работы по замене насоса и электрощитовой. Начаты работы по восстановлению теплоснабжения. Служба спасения совместно с правоохранительными органами провели обход населения. Напомним, что в начале недели в вахтовом посёлке Югорёнок из-за пожара остановилась котельная. Объект находится на обслуживании работников старательской артели «Дуэт» и является муниципальной собственностью. Котельной подключены дома 240 человек. От 4,5 до 8 лет колонии получили фигуранты дела космодрома «Восточный». Также они выплатят штраф 4,5 млн. рублей. Ущерб бюджету от их действий составил 1,3 млрд. рублей. Напомним, четверо руководителей «Волго-авиатской» компании похитили средства при строительстве космодрома. Чтобы зачитать приговор полностью, суду понадобилось 5 дней. В ЖКХ могут появиться новые правила оплаты коммунальных услуг. Счёт окажется на стороне жильцов, поскольку они избавятся от посредников управляющих компаний. И сами начнут заключать договоры напрямую платить за услуги поставщикам воды, тепла и газа. Именно так, как сейчас это происходит с электроэнергией. Им же поставщикам ресурсов могут вменить обязанность устанавливать счётчики. И не только общедомовые, но и индивидуальные внутри квартир. От посреднических услуг добросовестных управляющих компаний можно не отказываться. Здесь право выбора остаётся за собственниками жилья. Нововведения могут вступить в силу в ближайший месяц. Льготную ипотеку под 6% можно будет получить в 46 банках. Минфин разрешил участвовать в программе всем банкам, которые подали заявки. Речь идёт о программе льготной ипотеки для семей с детьми. Об этом сообщается на сайте ведомства. Средства будут распределяться между банками и агентством ипотечного жилищного кредитования, пропорционально поданным заявкам. Лимит средств на выдачу льготной ипотеки составил 600 миллиардов рублей. Госдума продлила дачную амнистию до весны 2020 года. Акции не успели воспользоваться примерно 1 миллион жителей. Поэтому решено продлить дачную амнистию ещё на два года. Она будет касаться упрощённого оформления индивидуальных домов. Законопроект об этом прошёл в первое чтение в Госдуме. Амнистировать дачников начали в 2006 году. Был введён упрощённый порядок оформления прав граждан на недвижимость. Можно было легализовать права на объекты, которые были построены много лет назад, но не могли стать собственностью из-за изменившегося законодательства. Не все вопросы можно решить сразу, отметил на завершающем отчёте в Олёкминске руководитель правительственной группы Пётр Алексеев, первый заместитель председателя правительства республики. Всё же ряд вопросов решены. Ещё часть будет обозначена уже в столице. Завершающий отчёт, на котором присутствовали все четыре группы, прошёл в городе Олёкминске. К сожалению, активность явки горожан оставляет желать лучшего. Тем не менее, вопросов от присутствующих прозвучало много. Один из вопросов касался недропользователей, работающих на территории Олёкминского района. Каков их вклад в развитие? В первую очередь, отметил Пётр Алексеев, первый заместитель председателя правительства республики, это предстоящая газификация. 17 населённых пунктов в районе будут газифицированы. Это самое большое количество по сравнению с другими районами. Давно стоит вопрос о строительстве школы. Это не раз обозначали на всех уровнях. Этот вопрос необходимо озвучить, обозначить наше решение, потому что это, конечно, строительство новой школы. Потребность очень большая. Я это всё прекрасно понимаю. И перед крупными недропользователями, которые работают на территории, в том числе и Олёкминского района, этот вопрос будет поставлен правительством республики. Не менее волнует жителей города проблема с качеством воды. Изношенные водосети давно пришли в негодность. Мы ежегодно, и хотел бы отметить, что этот вопрос ежегодно ставится. Население имеет. Необходимо отметить, что, да, действительно, на сегодняшний день, это, я считаю, например, да, как руководитель рабочей группы, которая работала в эти дни в городе, в Олёкминском районе, это самый главный вопрос гаража. Это качественное водоснабжение, строительство нового водозабора, строительство канализационных очистенных сетей, благоустройство в целом города Олёкминска. Требует значительных средств, мы это все понимаем. Поэтому мы, конечно, будем искать разные механизмы и способы решения этого вопроса, в том числе и путем нахождения инвестора, и путем заключения конституционных соглашений. Эта работа проводится, и мы понимаем, что приоритет будет, значит, город Олёкминска будет. Пять вопросов занесен в протокол, который будет рассмотрен уже на уровне республики. Елена Фаст, Максим Копылов, Олёкминск. К другим темам. Каждому животному в России дадут свой код. Скоро так закодируют всю живность, которая имеет отношение к изготовлению продуктов питания. Россельхознадзор объявил о создании классификатора подконтрольных ему товаров. Кодировку животных проведут по видам, породам и расам. Это нужно для электронной ветеринарной сертификации, пищевой и биологической безопасности. На первом этапе необходимо договориться об однозначной кодировке именно коров, овец, свиней и так далее. Открыта ледовая переправа в Нюрбинском районе через реку Вилюй. А именно, по направлению Антоновка-Угодья, грузоподъемностью 10 тонн. В настоящее время в Якутии действует 48 ледовых переправ из 50. За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность и штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц от 20 до 50 тысяч. Подробную справку о предстоящей климатической картине по Якутии дал директор Гидромедцентра России Роман Вильфанд. В издательском доме «Аргументы и факты» прошла пресс-конференция на тему, какие сюрпризы готовит погода на праздники и весну. В целом резкое повышение температуры к концу марта, когда в Якутске уже температурный фон приближается к отметке днем минус 10 градусов к концу марта. В более северных регионах чуть пониже, да, минус 15, минус 20. В Якутии в марте уже начинается постепенное разрушение антициклона, разрушение уже циклоническая деятельность проявляется, осадки уже заметные. Ну, в общем, такой предтеча-предтеча весенних процессов, но не весна еще. Следующее поколение школьников, дети, которые пойдут в первый класс в 2019 году, будут сдавать ЕГЭ в новом формате, сообщил замминистра образования и науки России Сергей Кравцов. Речь идет об изменениях как в содержании экзаменационных материалов, так и в их форме. Например, экзамены по предмету можно будет сдавать не только в конце обучения в школе, но и после завершения изучения конкретного предмета. Планируется увеличить количество устных заданий. Кроме того, будущим выпускникам будут давать задания, для выполнения которых потребуется использование интернета. Две семьи в Нюрбе получили сертификаты на ежемесячную социальную выплату. Они собрали документы и подали заявление в социальную службу. Эти семьи ежемесячно будут получать по 17 тысяч рублей. С 1 января 2018 года в России появился новый вид социальных выплат – пособие для семей, в которых родился ребенок. Выплачивать его будут ежемесячно до достижения первенцам возраста полутора лет. Также семьям вручили традиционный для Нюрбинского района оберег Кюйбея. В Нюрбинском районе с начала года родилось 37 детей, 9 из которых будут получать пособие. По району у нас вот эти два первенца – это семья Ивановых и семья Архиповых. А так на сегодня у нас уже есть несколько заявлений, уже 4 заявления. Они уже как бы в ходе обработки. В Якутске начинаются уроки мужества для школьников. Акция посвящена предстоящему Дню Защитника Отечества. Первые подробности готов рассказать Петр Говоров. Сегодня, 22 февраля, в здании ДОСАФА полное наименование, сейчас вам скажу, Добровольное общество содействия армии, авиации, флота – это полное название ДОСАФА. Проходит уникальное, мощное мероприятие, целью которой – формирование патриотизма у наших учащихся. А название мероприятия звучит так – «Уроки мужества». Полное название звучит так – выставка, посвященная столетию рабочей крестьянской Красной Армии. Всего участвуют 80 учащихся из семи школ. Также есть сообщества патриотических объединений. Уникальность мероприятия, в чем заключается, вы меня спросите, в том, что преподаватели – это участники боевых действий. И в завершении выпуска учитель информатики Бердегистяской средней школы, помимо своей основной работы, моделирует макеты военной техники Второй мировой войны. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. Каждый день для Романа – это новое открытие боевых машин Второй мировой войны. Стендовое моделирование максимально точно воспроизводит не только внешний вид прототипа, но и мельчайшие детали техники. Именно такие макеты можно увидеть в коллекции нашего героя. Интерес к созданию точных копий военной техники у Романа пришло еще в раннем детстве. В 80-х годах, когда я был маленьким, отец купил мне вертолет, я помню. И вместе с отцом сделали первый вертолет. Это очень хорошо помню. В те времена у нас не было интернета, чтобы заказывать эти модели. И вот года три назад я уже как хобби начал этим заниматься. Нередко воспроизводится не просто самолет или танк данного типа, а конкретный исторический экземпляр со всеми характерными для него индивидуальными особенностями. Так называемая диорама. Сперва именно копается в историях, что да как. После этого уже начинаем сборку деталей. Но это хобби. Не то, что взял и собрал сразу. Там уже нужно вложить свою душу, сердце, любовь к этим игрушкам, моделикам. Своё умение, приобретённое за много лет, знания и опыт, сегодня Роман передаёт школьникам. На базе Центра дополнительного образования детей в села Бердегистях ведёт кружок моделирования, где увлечённо занимаются 10 участников. Я сейчас моделирую КВ-1, который я уже крашу. Моделирование происходит из мельчайших частей, которые надо собирать. Мне больше нравятся советские танки. Я узнаю характеристику танка. Перед тем, как собирать определённую модель, коллекционер углубленно изучает историю данной техники. Благодаря этому можно привить интерес к подрастающему поколению, к истории нашей страны. Адлина Тастырова, Михаил Мордовской, Михута, Иван Слепцов, Горный. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь в курсе событий с нами. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова